Хей йоу, на связи Ронайт, и сегодня мы посмотрим на мышку Adjazz AJ159 Apex. Для себя ты узнаешь, нужна ли тебе мышка с док-станцией, экраном и 8К сенсором, и стоит ли переплачивать за Apex версию. А со своей стороны я выдам базу, почему тебе не нужна мышь с более 1000 Гц. Зачем в этой мышке оверклокинг до 42000 DPI, и стоит ли её брать за 60 долларов, или можно найти что-то подешевле. А вообще, ты слышал о 2,4 ГГц? Это я разогнал. Ну а сперва, дань традиции. Быстренько распакуем, а потом приступим к полноценному обзору. Первое, это грипсы по форме, чтобы ваши пальцы не скользили. Второе, это запасные тефлоновые глайды, или как называют их ещё по-другому, ПТФЕ. Третье, это инструкция по этой мышке и как пользоваться док-станцией. Ну и четвёртое, это Type-C кабель в тканевой оплётке, чтобы удобно было пользоваться, если ты не используешь док-станцию. Ну и в заключение, конечно, сама мышка с док-станцией. И начну я, пожалуй, сразу с того, что я её вскрою. Сразу отнесу к минусам, чтобы её открыть, тебе придётся оторвать глайды, а затем тебе нужно будет ставить новые глайды, потому что эти уже неприемлемы к использованию. Конструкция самой мышки держится на четырёх винтах. Если вы будете разбирать эту мышь, запомните здесь небольшой шлейф, который можно случайно оторвать. Будьте аккуратны. А внутри у нас самый последний сенсор, Pixar PAV 309050, причём собственные разработки от Adjas Apex AJ. А отличается он от обычного 3950, лишь тем, что он разгоняется до 42 тысяч DPI. Микрики установлены хуяно, зелёные с белой точкой. Как заверяется, 100 миллионов кликов. Но аккумулятор здесь на 400 миллиампер час. Как говорил ранее, предыдущие глайды чисто в помойку, клею новые и продолжаем. А если ты испортил все глайды, ссылочка на глайды, где их можно купить, в описании. Поскольку это мой первый полноценный обзор на мышь, я протестировал её в течение недели. Но даже в таком случае, я не могу знать всё об этой мыши. И расскажу лишь то, что я знаю лично. Размеры этой мышки буквально сейчас у вас на экране. А вот вес этой мышки составляет всего лишь 56 грамм. Конечно, это не самый минимальный вес, но после перехода с моей G305 весом в 100 грамм с аккумулятором, 56 грамм для меня оказались очень лёгкими. А что же ещё легче? Так это подписаться на мой канал. Спасибо. Итак, колёсико здесь достаточно хорошо прорезиненное. Энкодер здесь установлен F-Switch Brown. Но это какой-то ноу-нейм энкодер, потому что последнее упоминание этого энкодера было лишь в 2020 году. А также я забыл сказать, какие установлены микрики в боковых кнопках. Ну так вот, тут чёрные хуаны с белой точкой. Насчёт сборки. Она хороша. Тут нет никаких проблем, когда ты её сжимаешь или трясёшь. Когда ты трясёшь, вообще тишина. Но есть очень редкие похрустывания, когда ты пытаешься с силой её сжать. Но это бывает редко. Насчёт станции, которая по совместительству является и донглом для этой мыши. У неё снизу есть хорошие прорезиненные и проклеенные вставки. Но проблема в том, что когда ты её будешь переставлять довольно-таки часто, там будет скапливаться грязь. На её задней стороне у нас находится Type-C порт и кнопка. Type-C мы подключаем напрямую к компьютеру, потому что это всё-таки донгл. А кнопка отвечает за смену информации на экране. По её нажатию мы можем переключаться между гифкой, картинкой и основной информацией на экране. В свою очередь, кнопка, которая находится снизу док-станции, отвечает за подсветку самой док-станции. И вроде как, подсветка является адресной, и у этой док-станции есть прямое подключение к программному обеспечению. Так почему нельзя сделать подсветку настраиваемой? Тут вы можете выбрать только из того пресета, который имеется. Ну и главная фишка этой док-станции, то что можно магнитно поставить мышку на зарядку. Это довольно-таки удобно, и как по мне, это куда проще, чем подключать каждый раз кабель, чтобы зарядить свой девайс. Хват у меня пальцевый, и именно эта мышка довольно-таки удобная, оказалась в моём опыте эксплуатации. По поводу скольжения этой мыши, глада у неё немножко заторможенная. И это проявляется тем, что при микроконтроле немножко мышка прилипает к ковру. Но возможно это проблема ковра. Насчёт грипс, которые идут в комплекте, они сделаны из приятной резины, и ваши пальцы не будут скользить во время потной катки. И ещё одна приятность, когда вы их отклеите, на мышке не останется и следа от того, что они были установлены. Ну а теперь можно обсудить те самые 8К и 42000 DPI. Даже после теста в 8К, я всё-таки остался на 1000, да банально потому, что для 8К нужен мощный компьютер. А другая причина, где независимо уже от компьютера, просто игра не поддерживает более 1000. Когда ты пытаешься поиграть в игре, где нет этой поддержки, она начинает лагать, либо просадка фпс, либо буквально эти 8000 превращаются в 125 герц, и у тебя телепортируется курсор. И для этого я тебе записал наглядно в слоу-мо. Вот сейчас у нас 1000 герц, никаких проблем здесь не имеется. Ну а сейчас давайте перейдём на 8000 герц. Ну и вот, только посмотрите, насколько всё дёргано. И нет, это не проблема в компьютере или в игре. Точнее, в игре да, тут 8000 не поддерживается, но встаёт другая проблема. Буквально нету нигде описания, поддерживаются ли в игре эти 8000. И данный пример с Майнкрафтом, это лишь способ, как видимо, показать проблему с 8000. С моей точки зрения, оптимально это 1000 герц, ну максимум 2000. 4000 и 8000, это лишь маркетинг, который отчасти, да, он работает. Но нужна ли такая работа, где в большинстве игр это не поддерживается? Ну а теперь давайте обсудим те самые 42000 DPI, которые предлагают нам от JAS. Тут всё верно. Да, у этой мыши 42000. Но немножко непонятно то, зачем нам это надо. Да всё очень просто. Нам это не надо. Не нужно выставлять 42000 в настройках и думать, что так нужно играть. Этот DPI лишь как показатель чувствительности сенсора. То, что при малейших движениях мышь это замечает. А значит, чем выше DPI, тем меньше мёртвая зона при малейшем движении мышки. Но говорить о срыве сенсора и ускорении в 50G смысла уже нет. Уже мышки как пару лет дошли до того уровня, где в нечеловеческих условиях её сорвать просто невозможно. Ну так нужна ли тебе именно эта Apex версия мыши? Или можно купить что-то другое, попроще? Покупать эту мышку можно только ради дисплейчика, но и других вариаций цветов. Так как в аналогичном случае AJ159, AJ159P, AJ159Pro идентичны этой мышке. И рациональнее будет сэкономить, но при этом ты получишь точно такую же мышку, в точно таком же корпусе, с точно такой же док-станцией, только без дисплея. Поэтому, дорогой друг, решать тебе. А я лишь сделал своё дело. Рассказал тебе об этой мыши. С вами был Рунайт. Всем спасибо за просмотр. Увидимся скоро. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok